короче говоря из стоковых карток стала и отца последняя чернобыльская карта чернобыль которая входит тоже в китайскую сборку довольно неплохо сделан макета вот зоны близи ч.с. вот это сама ч.с. находится город припять даже вот там есть этот отель пали по лесе потом это дом культуры энергетик такие места лунопарк здесь мне вот этот рыжий лес зараженной радиации и вот выпиливать смысл короче говоря карты такой чтоб по выпиливается этот зараженный рыжий лес и надо возить его хотя это же оказалось херней потому что там ну в воду все ушло и потом опять разлетелось огромные деревья которые там весной рассвета же 3 марта 86 года была чернобыль короче там они задержали радиацию эти сволочь лишь потом что вырубили тут ковш сделан вот вы именно кстати река то сама припять она вот тут должна течь то есть восточные карты заболочено место все заражено радиации очень большие дозы вблизи города к вроде 100 микрорентген а так в целом а радиация и до питера долетела там вот донежского озера только не достал и да все практически восточную европу балканы накрыла и все германия все это тоже пошло во франции часть практически всю францию заняла кроме по побережья северную италию даже до англии долетелочка капец полный был делом как ядерный взрыв тут вот какие-то такие военные объекты там еще были знаменитые какая-то такая громадная антенна такая квадратная такая 100 метровая какая-то тоже там все заражено было все брошено ну короче и кстати да тут есть и радиация а если вот под старой версии запустить под 17 это показано под старой там нету этого ну че тут надо машина горгашьяна использовать потому что на них можно плавать там ты по грязи проехать так что опять деревня нюрговичев изобретатель горгашьян интересные вездеходы которые наподобие гусеницы колеса поворачивают за счет разная как бы разных оборотов моторов то есть они реально руля нет а вот обороты поворачивать на месте сейчас вот посмотрим шарпы которые на украине производится горгашьян искал где производить там вот наладил а так он мочи мотоцикл вначале такие неплохой вездеходный мотоцикл журнале же moto он там был вред коллеги вот все в радиации все это зоны радиации очень мощный меня просто повреждение отключена так вот здесь короче стартовый гараж находится вот здесь это вот ковши куда спуская для охлаждения реактора используется вот этот ковши вот здесь сам энергоблок четвертый находится я не знаю вроде как он над которым саркофаг то вызвали также взорвался 4 энергоблок эти раскаленные остатки на 3 пара дали проломили его крышу поэтому саркофаг там тоже он поврежден был саркофаг над третьим и четвертым сделал а 1 2 вообще не повреждены они тогда дальше как бы в сторону сделаны их никак не повредило ну потом их уже заглушили уже позднее всем седьмом году вообще это с чс была опущена первая на украине атомная станция такой хернёй там все это закончилось тут короче говоря город припять будем изучать это вот знаменитый какой-то яновская губа что ли как-то называется или тоже связанная с припятью где вот там разгружали какие-то материалы как кран стоит вот это все реально реально городе да там кое-какие объекты а вот это все рыжий лес который весь тоже в радиации которые они выпилили потом в чудовищной радиации хотя толку это не принесло ну самая страшная вот кашу чс зона бы непосредственно где вот 4 энергоблок до хуяще где микрорентген ну и тут все ничего хорошего есть еще упрощенная версия этой карты под учебная карта по тоже потом посмотрим там все четыре пятна показано ради актива если кстати включить повреждение машину снесет только так надо как-то ездить ювелир найти пятна обезжая он короче гараж этого точки погруз так все эти с какие-то склады склады а где выгрузка вот еще там одна . я вижу вот здесь а выгрузка вот получается только здесь да еще вот один есть похоже гараж еще раз посмотрим неудобно смотреть нафиг все не увидишь ну вот еще есть да то есть получается западнее ну чем сейчас начнем изучать так вот этот гаражик тут административные стоят здания все очень очень грязно техника брошенная вот сам 4 энергоблок саркофаг на нем так сейчас посмотри кстати вот гараж да сейчас посмотрим там бать почистим это место саму мне кажется тут лучше на шерпе покататься чтобы это место правда он тут тоже очень грязно все заражено вода тоже даже все заражено страшное место в самом отличном все сволочи сделали построить самое отличное место и также рядом они болесье болота много воды историческое место вот там рядом совсем осмотрю городу вруч находится где вот олега то сына святослава убили когда вот с ярополком то у него конфликт был то есть исторические места ты киев там недалеко чернигов рядом вот они так начинали эти все процессы по разрушению так короче давай смотреть как тут быть куда ехать до ну давай у самого энергоблока посмотрим объездим вокруг энергоблока еще где-то какой-то кран должен окажется стоять и не ион идут лэпов а лэпы куда потянулись вот это что ли у короче будем сейчас изучать место за зловещие 131 дел вся техника зараженная отредка там они хотели какую-то пожарку вытащить пожарников которые умерли от радиации но нельзя ее было сохранять уже тонны доску вытащили с огромной тоже проблемой БТР БТР ты все-таки покручай там защищен тоже все это очень опасно на смерть вот какое-то тут здание о уже дозы пошли ну все я уже внутри зараженного места да радиация она невидима так смотреть ну что вон внимание внимание сейчас посмотрим наверное все закрыто посмотрим внимание здесь начинается 30-ти метровая зона отчуждения внимание разделационная опасность вход и въезд запрещен куда нельзя проехать там ой вороны птицам пунктир дык был открыть вишь нельзя нет открыть нельзя там смерть сразу место смерти короче вы тут счетчик вот где-то щелкает счетчик гейгер ну вот вид саркофага лэпы лэпы а лэпы куда тянутся кстати я карту нарисовал так вот ну вот наверно лэпы так я специально все пятна нарисовался контрольно-дозиметрический пункт дитятки классное название где вот это страшное место да ну тут вот вот короче главное кпп тоже есть и вот тут какой-то дитятки это где эти дитятки вот где вот вот это дитятки сейчас поедем к ковшу где вода забиралась для охлаждения так и река отравлена которая кстати приток Днепра чистейшая река была с болотом какое-то административное тут вот здание находится вот оно все под страшными дозами все заражено едем четвертый энергоблок третий третий четвертый точнее вот этот ковш где охлаждается как бы редактор тут как пока что скажем тут конечно все это в расчетном виде конечно сделано и все показывает что тут карту даже по низу я еще не загрузил ну вот административное здание тут тут нельзя много слишком делать потому что она просто не загрузит есть такие карты которые что-то не грузят я не знаю может быть шестнадцатая может загрузится ну нахера не нужно по сто лет туда не загрузится это просто черный флот как будто грузится и где много машин поставила тоже нахер а зачем она не грузится нигде зачем вот такая вот история ковши для охлаждения реакторов все забетонировано теперь надо отсюда выбираться как он наверно сам то не выйдет надо быть куда вот давай сейчас подъедем пароход колеса не поворачивать наподобие крепных колес парохода так куда подцепиться поехали давай горгашьян показывай себе деревня нюрговичи он 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 продал же квартиру на перестройке в питере какую-то деревню переместился нюргович где-то под тигвером ну и чё в принципе на рим потому что неплохо было ездил на всех мотоциклах потом на вездеходах в питере это тоже ничего хорошего зато накатался там еще деньги сделал смог продать эти вездеходы мотоциклами это что-то хуже было так ну чё он сможет тут наверное надо слушай подтолкнуть что-то тут какая-то непонятка в сторону чуть машинка легкая очень проходимая но можно опрокинуться такая компоновочка такая бытовочку напоминает бытовка такая небольшая ой 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 вот видишь такие с этой машиной опасные штуки что она может запросто опрокинуться не давит а сразу опрокинуться ну ладно выиграли вот тут какая-то вот кстати очень интересно что это такое это ведь не советская машина какая-то непонятная иномарка ну а комби как бы типа должна походить ну не комби 131 пожарный тоже в радиации так давай смотреть где мы попали там мы попали за вот этот ковш сейчас посмотрим сюда и туда поедем дальше сейчас вот посмотрим где он тут берег как его тянется он лаз львович там в каком виде плохом все трупами кпп дитятки может на одном месте поворачивать машину так давай туда заезжать вроде как можно так давай смотреть куда это куда это вот тут большой такой вот комплекс ну давай сейчас посмотрим так какие то опять административные здания тянутся такие из кирпича везде делали где заводы там АТПхи большие ну такие из белого кирпича а вот кстати тут это ну вот эти лэпы стоят где энергия как говорится уходит на лэпы мощные как бы есть сколько лэпов до хуящей энергии это тоже вредно электрические поля там создаются под ним под ним и находиться это тоже безопасно кажется подумаешь нафиг ну не не в общем тут эти подстанции всякие находятся он уже дозы пошли не вверху и точек точки точки кстати в радиации мотор бы не сломать кстати так вроде как уехали сзади вон грузовой цепи там может и фазитив людей там не в а в машин когда интересная конструкция так что Горгашьян молодец проживаю он голубь стоит зоны кстати отчуждение на нем зона написано вон сколько лэпов такс вот это мы все исследовали сейчас наверное думаю в рыжий лес пока не ехать наверное надо вот как-то туда прокат хотя тут тоже полно всяких объектов надо вообще наверное вот этот в Припять начале прокатиться будет потом уже по рыжему лесу проехать проехаться так что вот рыжий лес там начинает получше познакомиться с самой ЧАЭС потом в рыжий лес проехать там кстати есть железки тут кое-кде даже здесь тут очень много грязи сейчас надо найти дорогу получше вот пункт погрузки зараженные надо прегнуть водить а вот кстати эта штука я ее снес она снова встала чтобы не было багов так значит погонет рано ломать объект что худого погонет выпьет нафиг не так давай думать приехали опять сюда все что-то перекрыто короче мне 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 бы надо вот сюда как-то выбраться так что здесь сделать тут он ну саму-то сам-то саркофаг наверно хрен проникнешь здесь не проехать ну попробуй толкни но это вряд ли пишет не проехать мне не перекарабкаться она развалится давай искать проход Александр Гаргашьянов мне кажется притачивает этот встает сама барьерчик этот встает вот кажется здесь вот все в радиации вроде выехали вот толчок встает это вот это где трубы поврежденные так где-то так ну где-то вот так поджи вот здесь эти долбаные трубы мне их не повредить КПП детки детки это надо родить так назвать охереть место и все засрано вот она КПП так будем думать сейчас вот тут на дорогу вы это уже все смотри жилой дом прямо считает ну там до реакторов совсем рядом короче где вот это электрическая станция там уж совсем рядом вот реактор видно сверху это жизнь было у роботяги прямо ходили наверное он кстати тут железка проложил вот здесь еще и железка проложил так а где это мы находимся проехать в конец этой дороги что ли все в дозах так железка пожарная лежит брошенная там дальше забор а где железка то идет где-нибудь здесь по железке вот спокойно можно прыгать а ну ну вот здесь вдоль ограды идет железка поехали немного пройкать ну железка так чисто для красоты сделал по сути понятно что это как узкоколейка а там оборвется наше хотя нет хотя нет вот уже этот рыжий лес так это я где вот в этом угле старушка там какая-то есть а железка туда пошла какие-то сараи скнившие там граница карты где-то рядом скнившие сараи короче ну все там конец карты надо полагать там наверно делать больше нечего сейчас назад надо а чё в самую границу тратить только время тут огромные лужи машина завязана эх о слушай какой-то гадость тут бочка да блин ну шо ты мешаешь зилушка 135 зараза не дает проедать давай 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 мосты какие-то провалившись машина не едет а плывет чтоб не буксовала ну все эти приводы то нет в этой машине чтоб не буксовала надо просто чуть-чуть давать ей прокрутиться и сейчас уж вечереть начинает проломана воротом типичная такая бетонная оградовка ну слушай интересная вещь и чё догадываетесь чё такое под напряжение видишь забор под напряжение сделана сетка и пущен топ то есть ебанет если полежишь туда на забор и все в этих кппхах вон видишь кппхи где в эти автоматчики наверное стоят типа как в тюрьме ночью наверное на освещено раз освещено а сейчас то туда там могут желать могли сломать проломить дыру так так короче становится темно так это темно вот туда дороги ведут не знаю не знаю даже куда ехать сейчас темно тут будет ну можно дальше по этому шоссе попробовать проехать ну врубаем свет дэнгер стоп опасность еще еще какие-то вон тут здания стоят производства вот кстати знаменитые а вон военная решетка вот это военный объект вот здесь я не знаю как она называется ну решетка вроде так и называется прямо тоже вблизи этой ЧС стояла это вот здание вблизи вот этого въезда на эту решетку это тоже все опасно там идут какие-то волны во ворота ну че туда реально почему-то не красным покрашено а золотым как на погонах что ли ну че откроешь о можно пролезть ну давай посмотрим по почки ну а сейчас посмотрим где а где эти решетки сейчас пытаемся их найти 131 вон тут такс дороги то жуткие а вот вот решетка вот короче решетка ну слушай там точка надо сейчас найти давай как так подожди давайте сейчас начали посмотрим тут вот здесь это наверное решетка стоит вот аэровлокаторы это разные бывают здесь крутящий где-то такой неподвижный стационарный все опасно тоже опасно и от них и от них излучение невидимые идут волны короче которые разрушают мозги вон какая гигантская греть такую высоту металла да и такая почему рядом построили сейчас энергии тонны жрет прямо с честно это и запитывалась так так это где вот здесь она находится решетка там опять какие-то произвольные вот эти невернее ну вот этой это не вот этого из военной части военной части из идет радиация а куда тут вообще ехать что тут вообще непонятно надо вмотать это прямо внутри зону дозы сейчас внутри этого пятна давай голубчик давай так какая-то какой-то сарай вон затопленный кучи наверное какой-нибудь цемента вон эти решетки-то видны да место зловещие уничтожен лесно все традиционное у них отношения сейчас лучше давай налево налево лево налево как говорится э по сути это рыжий лес все тут раскисшие какое-то перекрытое шофе преды бывает опять внутри пятна едем вон тут КПП в эту часть КПП хам в крещотке крещоточки послушай донор вояки себе построили дом то где 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 есть на работу здесь но для этой части где решетка это я все уже посетил вот тут еще правда не был на пилораме так она пила раме чтоб побывать что делать сюда на данный раз сколько сайте этажей давай посчитаем так раз два три 4 5 6 7 7 этажей хотя обычно же 9 было может всем а думали покер рядом с ничего не будет дар денег за хуя может быть в этом есть обслуга работы всегда есть на с я только тоже опасно да вот там случае это кстати до этого нехорошие какие-то случались мы раз герметизации там уже были сбросы радиации все скрывался так там случались вот он кстати эта решетка очень хорошо видно такая мощная вот например зима была суровая 78 79 года там на какой-то кажется на белгородской что ли из из-за мороза какое-то повреждение произошло конструкции что-то как-то там были кажется халтурно сделаны что-то мы тоже выброс так вот слушай пункт погрузки большой пункт утилизации древесины находится вот здесь зараженный в реальности они просто закапывали как трупы наносил как население деревьев пусты деревьев и закапывали в траншеях машины тоже все были закопаны поврежденные то много доз получил их домой и то не похоронили деревьев это просто залили машины бетон залили кислые дороги раз в вашем короче всю древесину сюда так удача так 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 наверно направо надо наверно а вон там . есть так как добрац-то реально торчит эта решетка Тут вон какая-то Круглая какая-то поляна Интересно Вон и дом стоит Частный дом Машины какие-то торчат Так Вот здесь, короче, частный дом находится Круглая поляна Ну, круглая поляна Стоит такой частный дом Ну, такие делали Одноэтажные на несколько семей дома Много где были сделаны Сени сделаны Вон, кстати, это от газика Вот эта часть кабина газика Раньше-то везде Это все валялось Можно было Или от колуна А может, слушай, от колуна Даже больше Может, было это везде находить И играть в этом Сейчас-то хрен найдешь Ну, хотелось с техники поиграть Более она реально работала Так, тут сарай Давай-ка назад Вот здесь сарай находится Частный домик, сарай Не знаю Может, тоже какие-то сарай Сейчас посмотрим Сейчас посмотрим Тут бы надо на следующую дорогу прорваться Так, какие-то, слушай, круче Круче, могуче Как я сейчас тут снова по кругу прокатиться Да потом сюда, наверное, надо ехать Там я смотрю А нет, в конце там что-то есть Тут какие-то и дороги-то непонятные Все, мы по рыжему лесу сейчас катаемся Рудый лес Называется Рудый лес По-украински Такие там, короче говоря Этот-то Гоголь написал Типа пасечник, рудый Какой-то банько То есть, это как бы банько рыжий Не могу не быть Хе-хе-хе Кстати, такую кабину Вполне можно поставить Просто для красоты И сидеть в ней Типа как от дождя придется Такс, такс, такс Надо отсюда убираться Надо ехать аккуратно Потому что Горгашьяна машинка Не устойчивая И может опрокинуть Это вот сюда Дорога есть Очередная Так, опять дозы пошли, зараза Так, где вон По краю все зараженное Вот, сейчас вставай на эту дорогу Вон там точка разведки Все зараженное Да, в лесу проходы Че, давай в конец дороги покатимся Да будем думать, как вот туда В самый конец проехать Ну, поехали Когда там рассветок О, сейчас уже должно расцвести О, все расцвело Зловещий Рыжий лес Вроде как веселое название Рыжий лес Ну, тут страшный оттенок Брелой из радиации Видишь, деревья пожелтели Ой Все-таки на попа поставил Что делать Надо сейчас думать Как его обратно Восстановить Сейчас с ним опасно С этим вездеходом Вот, можно на попа поставить Так, блин, подожди Давай, давай, давай Все, нормально Так, чуть-чуть Чуть-чуть Еще чуть-чуть Ну, будешь нормально Можем поставить Быстро назад Нормальное состояние Белые Топ-чуть Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Там он в Зилу валяется, это Урал 4320... Хотя мне кажется, это не с 375... Больше что-то на него... Вон там сарай какой-то... Так, в случае, давай думать, как отсюда свалить... Чтобы не опрокинуться... Шерп, с ним надо аккуратно, потому что можно через голову летать... Легкий очень... Не особо-то уклюжий... Здесь-то машины можно просто шпарить... Тут, короче, карьера, вот как напоминает... Авиабомба долбанула... Вон там кабина... Авиабомба долбанула... Авиабомба долбанула... Авиабомба... Так, давай вот сейчас искать, как вот Пэтрик... Их проехать... «» «... » Так, тут какие-то тянутся канавы. Довольно жижисто едет не особо классно. Очень взоболоченное место. Вот такая история. Так, вот они тянутся туда в конец. Так, я думаю, подожди. Рискнем, пора едем, наверное, да? Тут мост сделан. Сарай развалился. Сарай. Правее находится сарай, мост. Понятно. Мы что, рискнем дальше по каналам? Попробовать. Тяжеловато, конечно, им уехать. Пробуксовывает. Ну ладно, попробуем. Ну. Порой нифига не едет. Так, как тут проехать между деревьями? Стоп, стоп, стоп. Тесновато, но можно. Ой. А тут радиации-то нет. Вот, а хотя, ну, кое-что есть, но так в основном не особо. Ну, что, поплыли по самый конец туда, по этим каналам. Не зря же шерфы взяли. Поплыли. Что, по окончательной рыжей лесу? До этого-то я ездил так себе, но сейчас надо вот в сам Припять ехать. Следующее мероприятие. Скоро от Припять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глубина шерпу не проблема. Ну тоже такие у него сверхбаллона, вон там это решетка-то видно, как охереть какая у ней высота там, в высоту, да, так, правее, левее, левее надо, обожаю, а какой левее, а где еще эти каналы? Я не понимаю пока, так, нет, правее, правее какой, что-то левее, левее там леса. Вон там этот дом там, не, но что-то ездит. Тут болото тянут. С-шерпой самодельной кто-то сделал, но нифига вроде как не плавает. Это плавает. Какая тут грязь. Кедренская, вон там точка. Поехали к точкам. Так, опять к решетке прибыли. Все, развернулся. Какая мощь. Решетка-то какая мощная. Так, давай смотреть. Короче, сейчас направо. И давай вот на эту дорогу выберемся. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В зоне, зараза, находимся. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Какие-то странные дороги Вот решетка-то Видно У меня такая гигантская Что целиком нужно Сейчас, наверное, вот она Вот, вот видна цветов Так, крутая вещь Сейчас можно на эти Вон там и дальше Там две, кстати, перешетки Так, ну-ка, как ее целиком-то посмотреть Даже очень сложно Вон она уже пропадает, текстура Ну, как-то вот так Более-менее вся видна Наверное, сейчас со спутника Это все видно Можно поглядеть Вот, там опять Точка эта дубная Полно точек нет Поехали, откроем Так, бревнышки лежат Так, давай на дорогу И поедем Вот сюда, наверное Вот сюда В лесоповал поедем, посмотрим И потом, конечно, вот к этому закрытому гаражу Проедем А дальше, дальше, дальше Можно прокатиться туда-сюда Да в город надо ехать И в конце Или посмотрим Или, может, вначале сюда Вот где Яновская губая Посмотрим Там плохо, что ночь Может, на час Нет, а надо город Желательно днем Так, сюда же шоссе Какой-то сарай 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 Здесь Провалилась дорога Ну тут вот конец этого шоссе Давай щас туда заедем Видишь обрывается шоссе Вот как он И ювелирно на одном месте крутится То есть полезен для самых различных вещей Как там, например Вот там, кстати, опять воронка Какая-то Вот здесь находится воронка То есть и тут получается Воронка И тут как вот словно что-то взорвало Непонятно, что там могло взорваться Как авиапубка Вон там, штабелька Ну, можно попробовать переход Так Так Точка погрузки Ну, снова лесной спас Точка погрузки С пушком Все опять в долбаных дозах Ишь, дозы, дозы Так, ну вот тут получше Там по краю тянутся опасные места Сейчас давай вот сюда попрыгнемся Да вот так как-нибудь, да, наверное В гаражонку Ну, поехали А это не те Стоп-соп-соп-соп-соп-соп-соп Так Соп-соп-соп-соп-соп Вот это. Машины утонувшие, готовки. Вон город. Город виден рядом. Так, окей. Сейчас на шоссе давай выгрызнутся. Кстати, видно хорошо инерция. Вот когда гребешь в воде. Ну. Что ж ты стал? На ручнике. Давай, родимый. Голубчик. Так, дом. Так, дом. так дом стоит опять очередная это где правее это здесь дом стоит там все в радиации так дорога перекрыта подожди херена опять непонятно так как где это все так 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 а вот здесь начата в конец ехать а тут чё тоже шоссе что идет ну давай паркать до конца до так и радов все в дозах вот и веки наш лес получил до херен я так перекрыта тут конец А вон заборчик опять, если как-то в чём не было стоять. Давай, Дель, вперёд. Тут много дорог, а сколько? Снова обрывается сейчас. Что-то всё, что я уронил, она всё сейчас встанет. Ни чём не бывало. Так, поехали. О! О, какая-то интересная, слушаю, место. Это что-то. Наверное, слушаю, местный вокзал, похоже. Что-то там написано. Ну, сейчас посмотрим. Вот здесь, это местный, может, вокзал железнодорожный даже. Ну что, поехали, посмотрим. Где асфальтовые дороги. Контроль-разиметрический пункт, где детки? Как она, железнодорожный вокзал старинный, похоже. Так, давай вернёмся. Носить. Вот это место. Ну, так, давай. О, это место. Так, давай, как этот пакет. Ну, так что. Так, для меня прогрессирует онлайн. Пакет-пакет. Настя-пылесый уровень. Пакет-пылесый уровень. так железка железка это все похоже железка давай поедем посмотрим пишет много путей теоретически тут можно железную дорогу тоже если поиск нашим ходил какие-то есть кран то я здесь вот карта с козловым кран но желательно ставить изначально там сам ты это не поставишь пошел на сразу на карте было прописано теоретически по прямой то точно можно кататься пишет а пути вот это все пути отмечены такими линиями ж.д. пути так ну чё поехали вдоль ж.д. пути это около этого вокзальчика проедем старин все в дозах такой старый вокзал очень красивый архитектурно вот он вот тут вот тут понятно что это всего лишь макеты в реальность это конечно мог отличается может отличается какая разница главное что-то сделаем тут путей вот много так на окраине припеки вот пошли так и даже два пути поехали скорее много доз так тут все в дозах вот сейчас гараж будет заезжаем на гараж вот на это шоссе давай это все припять макет припять сколько там времени вечереет зараза вот садик гараж мне так конечно надо припять изучить так гараж гараж ну тоже такие вот стояли боксы много тоже таких мест было где вот такие вот боксы из кирпича делают сколько-то им надо до машины надо может на 3 действительно иногда больше когда надо вот сам город припять ну чё такой белый кирпич вот и весь материал более древний из красного кирпича провалилось все тоже в радиации так так давай голубчик такие дома с лоджиями вот они тоже везде они сделали массово это не маринки тоже таких полно девятиэтажки как-то они девятиэтажки ну тут просто могли может и меньше даже так короче лазы какое-то бытовое здание ну все я вот тут нахожусь в припяти по сути сука такая плохо что вечереет ну давай все равно в прокате просто так откинем с глядом вот о колесо-то обозрение вот на парк вот но тут тут эти машинки то знаменитые катались электрические машинки то я тоже любил он там колесо обозрения так где вот вот здесь находятся этот парк культуры и отдыхать не пока нет вот это колесо обозрение колесо ведь они сделали карусель накануне этой херни она не успели они его запретить а сейчас по приколу вроде запускают для иная для каких-то туристов сгибались да 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 вот оно да вот можно крутить такую рули как бы в разные стороны крутиться не успели пустить да так карусели электрические машинки даже в не очень больших городах могло это вполне быть ну там деньги неплохие оборачивались народ же шел стоило это не так дорого я не помню сколько там эти аттракционы стоят ну недорого за 5 копеек даже можно было некоторые попадать другие там может подороже но хватало денег чтобы там прокатить прокатать там рублей 5-10 можно было там много накататься если вот жрать может там конечно покупать какие-то сувениры побольше бы ты потратил просто прокатиться вроде как можем можно будет недорого не стольник конечно стольник отдать так короче тоже пункт погрузки вот тут находится все стало темно надо порубить свет кабина маза 500 просто вам Продолжение следует... 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 Радиацию смывает... Продолжение следует... 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 Не понятно, или он закрыл пока В общем, зря, наверное, съездил Ну ладно, давай поворачивай Валить, наверное, из города, вряд ли, больше чуть-чуть Да, блин, ну что такое? Давай, Гаргашьян Показывай форы Питеру Нюрковичи показали фору Фору для Питера Какая-то деревня там, где домов-то надо Сегодня чё? Ну давай, по улицам города проедем Ильич опять Вон харя его, ну давай-ка назад Как беса напоминает Типа провокатор говорит, типа Что при царе плохо жилось Потому что Некрасов там херню написал При этом, да, рай начался При этом хери-то Лысым Где этот рай? Что? Что? Впоследствии-то, где это в рай? Тут вот дорога освещенная Сейчас так-так-так аккуратней Очень большое тоже здание А ну это отель Полисия У Полисия на этого находимся Ну а они обычно вот этот такой корпус Возводили Только сколько на нём этажей Такой не очень высокий, кстати Пять этажей Да, рядом вот эти всякие тут наверно Ну, столовая там какой-нибудь Там зал Типа такая вот Рядом прямо жилые дома Подстанция вот, да Город-то закрытый, наверное, на въезде КПП Ставили С этими вооружёнными людьми Въехать в это Полисия, наверное, нельзя было просто так Пошёл заехать Хера там Так, тут какие-то тоже водоёмчики везде тянутся Тут и рядом уже до Яновска Сейчас уже доизучим, а ну-ка О-о-о Тут-то чё Здоровье народу Тоже всё в радиации Чё-то какая-то большая надпись Давай сейчас что-нибудь попробуем изучить Это где? Вот это здание Сука, блядь Идёт излучение этой езды Так, вроде бы отъехали Так, вроде бы отъехали О! Здоровье народу Богатство краины Здоровый народ богато как бы Эйк Украина Богатый край Типа земля Здоровый народ Богатая земля Тоже какое-то мощное здание Административное Так, жилые дома Вот это здание Так, а мне надо бы на щас пожина Лево-лево-лево Давай налево Ой Смотри, давай назад Сдолбанёшь, что-то он не хочет Ломаться Ломаться Аккуратенько Опять дозы пошли Такс, куда ехать? Такс Налево-лево Налево-лево Я не понимаю пока Налево Налево Вроде бы Сюда Ну да, да Вот давай сюда Хочу пройти Все, тут конец этого города Еще какое-то здание Такс Ну нам надо ехать По прямой Железка тут какая-то Вот это железка тянется Давай по прямой Поехали Опять какое-то Административное здание Стоит Все заболочено Все заболочено Все заболочено Все заболочено О О, блин, все в дозах так какой-то заболоченное тут место тянется и тут нару тоже будет все едем по приводит там рядом энергоблок вот энергоблок давай ехать дальше все заболочено это болото там еще какой-то дом стоит вот лес уже нара вырубились которые рядом и пришла вода вот энергоблок труба вот знаменитая над ним под саркофагом поехали переплывем сейчас споренька где эти дома стоят вот где-то здесь споренька давай пора едем по этому месту ну вырублен лес это место тоже было все влезть причем очень хороших деревьев все было вырублено зона как бы сплошных вырубок вот здесь тянется какой-то опять пункт погрузки поехали туда тяжелое мокро по 3 я как вырублено пузыря вот под Так, в общем, здание тут какое-то. Вот опять здание. Сейчас к Яновской губе будем пытаться прорваться. Вон там видно, на окраине города здание присутствует. Пункт погрузки такой небольшой. Какое-то здание тоже административное. Давай ехать. Какой-то забор такой мощный стоял. Вон я вижу эту губу. Сюда еще проехать сейчас. Сейчас проживем. Последнее, собственно, место, где ехать. Это губа. Там он огромный кран портовый стоял. Вон точка. Что-то в воду наверху усадит кран. Губой стоит. Так, ехали. Покали точку посетили. Вот она, Яновская губа. Она связана с Припятью. Возили грузов для этой станции. У этих гандонов все это веселье. Покер, чтобы все отравлено будет. Коммуняры такие чисто. Надо бы как-то сказать. Вот типа. Росло там, скажем, тысяча деревьев. Сколько это денег можно хапнуть все. Это такой оценок. Не то, что это там какая-то ценность. Там вводилось, допустим, 100 тигров. Сколько можно бабла хапнуть на их шкурах. Тут какой-то шлюз, похоже, был. А искусственно, наверное, создан она всяко. Вырыто было. Вот такие для кранов части. Затвор шлюза. Затвор шлюз. Затвор шлюза. Продолжение следует... 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 Днём как выглядит. Это энергетик. Полисия. Энергетик. Центр вот этого полисия. Ну и Леном. Джонни Леном. Ох, Джонни Леном стоит. Дворец культуры Энергетик. Ворона полетела. Да. Короче, сейчас давай направо. Налево, налево. Налево где-то, налево. Сюда шли? Давай сейчас посмотрим. Правильно поехать всё равно. Так, блин, где мы находимся? Так, и да, по прямой. Там уж совсем рядом, да, гаража. Пока давай по прямой. Выпираемся из полисия и поехали в гаражу. Да и сам. Сейчас давай посмотрим, куда повернуть. Рядом в вокзал. Так, налево, налево. И вот до этой дороги. Давай, давай. Мне кажется, вот сейчас надо сюда. Такие вещи, доски получается. Так, правильно едешь. По прямой пока. И завалить этого граду. Их крен там. О, нормально. Нормально. Гараж уже не налетит. Сейчас заедет. А вот, вот я вижу. Тут, кстати, около гаража где-то было. А хотя, стоп, подожди. Нет, это пока не гараж. Это вот тут административное здание стоит. Тут очень топкое место такое. Вот он, вот оно сейчас. Давай, давай. А вот, кстати, въезд на Припять. Вот, давай, посмотрим. Стелла на Припять. Вот город Припять. 70-й год город только основан. АС в 77-м пушит. Вот, короче, Стелла, город Припять. Вот здесь. Так, ну и че? Мимо административного здания. Вот это топкое место, где вот все грязь. Плохие машины. Все, икры. Икры. В этой яме. В этой яме. Брой, как и не глубоко. Охрен болеет. В Горгашьян, Толикопры. Вот большое тоже административное здание. Вот оно. Все, поехали в гараж. В конец. Изучили карту ЧАЭС. А теперь будем еще вот это учебное посмотрим. Учебное всего две карты. Такая практика. Да вот. Чернобыль. Там очень простая. Практически только планчатка. Но все равно посмотрим. Все, конец, короче. Вездеход Горгашьяна Шерб на карте Чернобыль.